То есть, как видите, я его гну, и он не ломается. Всем привет! Не так давно получил посылочку от одного из отечественных производителей. Производит эта фирма Жерлицы, и называются они Жерлицы от Петрова, либо Фишка от Петрова. Давайте откроем, посмотрим, как они выглядят. Как вы видите, в собранном виде такая жерлица занимает минимум места. И также, в отличие от китайских продуктов, такая жерлица раскладывается буквально за несколько секунд. Все вы знаете, наверное, когда вы пытаетесь сложить китайскую жерлицу, когда вы вставляете флажок в подошву самой удочки, очень часто бывает, что эти полозья, они плохо контактируют друг с другом, либо оно ломается, либо очень тяжело засовывается, и на это все уходит куча времени. Представьте себе, что вы устанавливаете 20-30 жерлиц, и на каждую такую китайскую жерлицу уходит по 2-3 минуты сборки. Пересчитайте это на количество 30, и вы поймете, что у вас лишний час времени уйдет только на сборку вашего оборудования на рыбалке. Эта же жерлица от Петрова собирается буквально в смысле за считанные секунды. И происходит это следующим образом. Раз, два, готово. Остается только установить флажок. Все, жерлица установлена и полностью готова к работе. Как видите, это заняло буквально несколько секунд. При большом количестве жерлиц, как я говорил, вы сэкономите кучу времени. К тому же удобство в плане быстроты сборки и перевозки, в том числе, потому что все это в компактном виде. Вы сами видели, как мало места занимает. Чем же хороша эта жерлица? Во-первых, это отечественный продукт. Давно уже пора было выпускать качественные вещи на рыболовный рынок, поскольку все магазины заполнены китайским Г, который не всегда отвечает тем требованиям, которые мы предъявляем к рыболовному оборудованию. Я не хочу, конечно, полностью исключать с рынка китайских производителей, но что касается именно жерлиц, через мои руки прошло очень много жерлиц, учитывая, что у меня свой магазин. И я вам скажу, ни одной жерлицей я не был доволен в плане качества. Все было такого посредственного качества. И лично себе я бы ни одной такой жерлицы не взял. Этот же продукт, он в десятки раз качественнее любой другой китайской жерлицы. По следующим параметрам. Во-первых, это очень прочный пластик, который выдерживает температуру до минус 40 градусов. К тому же, он достаточно плотный. То есть, как видите, я его гну. И он не ломается. То есть, видите, я его до самого упора согнул. Что это значит? Что в случае, даже если у вас закончилась леска, рыба смотала всю леску и начала прикладывать нагрузку к вашей удочке, она не поломается. Еще одной особенностью является такое вот мотовило. Это не круглое мотовило. Прямоугольное с регулировкой натяжения, сматывания. Для чего это нужно? Для того, чтобы не было самосброса. И катушка равномерно отдавала леску. Не было перебегов и не было запутываний. К тому же, вот эта вот часть, она сделана из какой-то очень плотной резины. Сюда можно воткнуть крючки после того, как вы собираете свою снасть. Вы сами знаете, что когда катушка круглая, вы на нее наматываете всю свою леску, а крючок воткнуть практически некуда. Приходится что-то придумать, какие-то резинки накидывать. Здесь это все учтено. Воткнули в любую вот эту красную сторону. И у вас крючок закреплен. Что еще дает такая форма мотовила? Во-первых, когда у вас много жерлиц, они у вас раскинуты по водоему, на круглом мотовиле вы не увидите, как крутится мотовила и сматывает ли рыба леску. Понятно, что у вас сработал флажок. Вы издалека не понимаете, это была холостая поклевка или это все-таки была поклевка. И рыба взяла малька и начала уходить. Здесь же за счет вращения вы будете понимать, что рыба с приманкой стягивает леску. Можно, конечно, на круглом мотовиле что-то колхозить, там какие-то полоски рисовать, клей. Ну, это все колхоз. Еще одна особенность этой жерлицы. Вот этот рычаг можно менять. В зависимости от того, левша вы или правша, секундное дело переставили под другую сторону. Все очень оперативно. Жерлица, это сделано из поликарбоната. Это очень устойчивый к деформациям пластик. И, конечно же, морозоустойчивый, как я говорил в начале видео. Еще раз покажу, как она складывается, раскладывается. Готово. Сколько? Две-три секунды прошло. Флажок прячется. В жерлицу. Вот и все. Представьте себе, сколько места занимает у вас 10 жерлиц. Занимают ли ваши жерлицы столько же места? Ну, я имею в виду не от Петрова, а китайские, либо какие-то другие. Скорее всего, нет. Потому что отдельно крепится флажок, отдельно крепится стойка с катушкой, плюс круглая катушка занимает кучу места. Это же, как вы видите, настолько компактное, что не займет место в вашей машине. Ну, вот и все. И вы рыбачите. Еще одно похвальное качество производителя в том, что любая часть этого продукта продается отдельно. Вы можете отдельно купить саму подошву, мотовило, закрутку, рычаг, флажок. То есть, все это можно купить отдельно. В случае, если вы каким-то невероятным чудом поломали какую-либо из частей жерлицы, вы ее можете докупить отдельно. Как я говорил, фишка от Петрова имеет свое собственное производство. И, конечно же, они очень чутко реагируют на все отзывы о своем продукте. И в будущем будут принимать это все во внимание. Конечно же, будут все это учитывать при производстве своих следующих продуктов. Надеюсь, что производитель и дальше будет совершенствовать свои продукты. Может быть, выдумает что-нибудь новое. Считаю, что давно пора потеснить китайских производителей и занять эту нишу местными производителями. Чем еще хорош такой вариант установки флажка? Тем, что при высоте жерлицы 20 см и флажка 50 см, в сумме получается высота флажка 70 см. Ни при каких обстоятельствах его не заметет снегом, как это бывает иногда в обычных жерлицах. Кстати, о том, как крепится жерлица к флажку. Как видите, она стоит. Никаких ложных поклевок нет, как это бывает с круглой катушкой. Остается только дождаться поклевки, подбежать и вытащить ваш трофей. Ну, а для тех, кто все-таки досмотрел это видео до конца, я хочу разыграть 5 жерлиц Петрова. Разыграем их, когда нас станет 45 тысяч на канале. И для того, чтобы участвовать в розыгрыше комплекта жерлиц, вам нужно сделать 3 вещи. Во-первых, быть подписанным на канал и обязательно открыть видимость своих подписок, иначе это будет считаться как не подписка. Второе, это поделиться этим видео в любой социальной сети. Это может быть контакты, одноклассники, либо фейсбук. И третье, написать один комментарий, всего лишь один. Участвую и дать ссылку на свою социальную группу. Я зайду, посмотрю, что вы поделились этим видео, вы подписаны на канал, и тогда у вас есть шанс выиграть комплект жерлиц. Всю информацию по этому продукту вы можете найти внизу под видео в описании. Там есть ссылка на канал производителя и на его сайт. Заходите, смотрите, знакомьтесь с ценами и с ассортиментом продукции. На этом все. Вам желаю успешных рыбалок. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно нажмите колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. И участвуйте в розыгрыше. Всем успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok